Всем привет! Меня зовут Григорьев Глеб и сегодня мы меняем цепи звезды на мотоцикле Yamaha Diversia Цепь у нас будет ЕКшная Замок здесь у нас, который не клепается, а просто защелкивается поэтому это проще, специнструмент нам сегодня никакой не понадобится просто обычные ключи, ну для удобства работы я буду использовать щебы и ковер Ну что, приступим На данном мотоцикле установлена клетка безопасности, начинаем снимать с нее Здесь, кстати говоря, дуги были между собой ничем не скреплены вот здесь должно быть два болта, но клетка держалась так, на трех Это упущение владельца Сейчас снимаем крышку, которая закрывает ведущую звезду Вот мы видим вот такую дрищу щуку, которая закидано здесь просто все И это как раз смазка, смазка для цепи Особенно, когда много ее кладут Здесь ее прямо можно снимать Сейчас попробую чем-нибудь это все почистить После этого начнем снимать цепь То, что возможно Сейчас уберем, потом снимем сейчас звезду И все это промоем Промоем бензином Так как цепь у нас будет меняться Бензин никакого вреда ей не причинит Так сильно затянуто, что даже пистолет не хватает Гайка очень сильно перетянута Не получается, сейчас будем что-нибудь придумывать Как это все сорвать Поскольку данная гайка сейчас не сорвалась Сейчас будем ее проливать ВД-шкой, греть После этого сорвать Для того, чтобы у нас не воняло горелым тут маслом Маслом все это решили сначала промыть, почистить После этого уже будем заниматься этой гайкой Моем из мавильника обычным бензином Ну, при помощи кисточки Стираем всю эту смазку Срабатывает как керхер Но при этом разъедает всю смазку Теперь даем всему этому просохнуть Сейчас продуем еще просто пистолетом воздухом И после этого зальем ВД-шкой Поскольку ВД-шка у нас не помогла Будем греть горелкой При нагреве у нас будет расширение Самое главное, чтобы не поплавились никакие сальники Не сгорело ничего Поэтому будем греть чуть-чуть издалека И обязательно вращая колесо Дабы гайка равномерно прогрелась Ну, естественно, дальше пробуем ударным пистолетом После нагрева гайка легко уже отошла Возможно, она сидела на резьбовом фиксаторе И после того, как... Ну, горячее После того, как резьбовый фиксатор сгорел Мы уже легко смогли ее выкрутить Все, продолжаем дальше разборку Вот, эти ступичные гайки пистолетом откручиваются очень легко Следовательно, предыдущая гайка была очень сильно перетянута Снимаем все эти ограничители Обязательно запоминаем, в какой последовательности все это стояло Чтобы потом вернуть все это в обратном порядке Теперь два ключика мне надо И ослабляем натяжики Одна гайка фиксируется Другая просто натягивает цепь Для того, чтобы когда будем ставить новую цепь Она у нас была максимально задвинута Как делаем на этой стороне Точно так же делаем и на другой стороне То есть и колесо двигается вперед Вот на это расстояние, получается, у нас цепь растянулась За время эксплуатации На второй стороне сейчас будем еще откручивать суппорт Чтобы его скинуть Теперь цепь ослаблена, ее можно вообще скинуть с колеса И вытаскиваем шток Можно пробить какой-нибудь отверточкой Для удобства И обратно с стороны вытаскиваем Убираем суппорт в сторону И вытаскиваем колесо Обязательно не потерять вот эти вот втулочки Они есть как с этой стороны, так и с этой Так же неплохо будет их почистить При съеме любого колеса Всегда проверяйте подшипники Насколько они живы Насколько они крутятся, вращаются Нет ли в них люфтов Или каких-либо заеданий Здесь ничего такого нету Сальнички здесь тоже живые Грязь внутри не пропускают Их оставляем как есть Теперь занимаемся заменой звезды Да, зуби уже изношены Скорее всего заднюю звезду не меняли Два раза поменяли цепь И переднюю звезду Заднюю звезду не меняли Для того, чтобы ничего не побить, не поломать Будем поделать на пенечках У звезды есть специальное посадочное отверстие Это для затяжки гайкой Не перепутайте направление Надеваем Оживляем гайки Для удобства затяжки Ставим обратно Колесо И затягиваем руками Трещоткой Ни в коем случае не ударным пистолетом Лучше, если это будет затянуто Конечно, при помощи Динамометрического ключа Затягиваем гайки по диагонали Как колесные автомобильные гайки И еще раз по кругу проверяем все гайки Все, звезду поменяли Некоторые люди цепь расклепывают Так как цепь у нас идет на помойку Цепь мы будем срезать болгаркой Вытаскиваем цепь Теперь сувенир будет Новый хозяин Некоторые, кстати говоря Из таких цепей ножик уют Некоторые какие-то приспособления для мебели делают Кто вешалки, кто что Снимаем ведущую звезду Кстати говоря, вот ведущая звезда еще более-менее живая Сейчас сравним ее с новенькой На кого она похожа Смотрите, почти не изношена В принципе, можно даже ее отдать Хозяину мотоцикла Как говорится, на голодный год сойдет Когда денег совсем не будет, можно ее поставить Ставим, меняем Пока что просто наживляем Потом поставим колесо Цепь поставим И уже затянем здесь тогда гайку Ставим колесо И ставим цепь Опять же, вспоминаем про те втулочки, которые у нас были И ставим их на место Вставляем втулку Закатываем колесо Укатываем всякие втулки Я думаю, после этой операции Вы поймете, почему Потому что монтаж заднего колеса стоит дороже И вообще замена цепи звезд стоит столько Ставим направляющую Ставим втулочку Гаечку И перед тем, как ставить цепь Колесо заводим максимально вперед Для того, чтобы у нас в цепи оказалось минимальное количество звеньев Чуть-чуть подтягиваем Чтобы колесо не болталось С обратной стороны Не забываем, что у нас нет суппорт Суппорт можно надеть сразу Можно надеть потом Принципиальной разницы в этом нет Сейчас цепочка у нас Вон написано Japan EK520 MXZ Все В цепи обычно лучше брать в перчатках Потому что смазка, которая идет в составе этой цепи Очень клейкая, липкая И очень плохо отмывается Но зато хорошо выполнять свои функции и держится Там ставим на заводимые Обратите внимание, что в большинстве случаев Одно или два звена, иногда бывает там больше Необходимо удалить для того, чтобы поставить замок Вот максимально мы ее натянули Можно даже попробовать еще на одну звену Натянуть Сейчас цепь Маленькие хитрости Чтобы у вас цепь не слетала Пока вы клепаете, например Или же замок ставите зажимной То есть берете маленькие стяжечки И на одно-два звена ниже Там, где у вас будет не затронуто Просто ставите ее на звезду И уже на звезде проще всего клепать Цепь уже никуда не денется Потом сюда уже ставим замочек Вот этот сам замочек Который защелкивается Здесь есть немножко смазочки И четыре сальника Некоторые забывают ставить вот эти сальники Или вообще не знают, как их ставить Вот эта консистентная смазка Она наносится как раз вот сюда Вот на штоки Самое главное сюда Всякой пыли и грязи не насыпать Одеваем два сальника Сальники, не знаю, будет видно, не будет на камеру Они вот с такой проточечкой Для того, чтобы лучше внутри смазку удерживать Сальники поставили Еще раз забиваем сюда смазочки Особо чистыми руками, да? Теперь ставим замок В саму цепь Замок должен надеваться достаточно легко Вот, он наделся Сюда ставим еще два сальника Вот они плотненько сюда должны надеваться Раз сальничек Два сальничек После этого есть тут такая металлическая планка С надписью Japan Того же цвета, как и сама цепь После чего нужно ее сейчас будет Чем-нибудь плоскогубцами Или там струбцинкой запрессовать Обжимаем ее со всех сторон Пока вот здесь не выйдет паз Пазик как раз смазки он весь Как раз в этот паз Надевается вот этот наш замочек Вон замок Надеваем Надевается он Просто накладываем его Берем плоскогубцы И защелкиваем его в паз Вот, все Замок закрыт Обратите внимание Что когда колесо будет крутиться Чтобы замок Был вот этой Раскрытой частью В сторону Как идет цепь Точнее наоборот Закрытая часть идет В сторону прохода цепи То есть когда колесо вращается Мотоцикл едет вперед Цепь идет с закрытой частью вперед Дабы Замок нигде не зацепился Ни за что И не открылся Что видим И произошло у нашего клиента С предыдущим замком Все, цепь поменена Снимаем хомуты Ставим суппорт И натягиваем цепь Колодки живые Вот такая планочка Не забываем ее ставить Ставится она вот сюда Ничем не крепится Прижимается просто колодками Одевается все достаточно легко Ну вот сюда На эти болты Я рекомендую еще добавлять Высокотемпературную смазку Специально для суппортов есть Дабы эти направляющие Достаточно легко ходили Немножко смазочки И закручиваем потом этот болтик Поскольку суппорт здесь Однопоршневой Он входит вправо-влево И вот эти направляющие Как раз они должны Отходить по смазке Здесь уже все смазки черные Добавляем немного Без фанатизма Закручиваем Натягиваем равномерно Чтобы здесь риски были Одинаково Как слева Так и справа С точностью до миллиметра Единственное смотрите Что вот эта направляющая Может слегка ходить Натягиваем цепь до состояния Чтобы вот здесь был провис Не более двух сантиметров Все, смотрим Где у нас получилось положение Зубчика И натягиваем с другой стороны Так же Почти до третьего Все, затягиваем теперь гайки Затягиваем ось С нажатыми тормозами Цепь у нас пришла В принципе в норму Как раз чуть-чуть ходит Особенность мотоцикла Yamaha Diversion Получается какая Что когда мотоцикл Стоит на центральной подножке Цепь как будто бы Очень сильно прослабленная Но когда человек Садится на мотоцикл Или садится с пассажиром Цепь сильно натягивается Поэтому нам сейчас пришлось Немножко взять Посильнее расслабить цепь Попробовали нагрузить мотоцикл И цепь встает в норму Поэтому вот это вот положение Что цепь так сильно шатается Для этого мотоцикла это нормально Вот в принципе цепь мы поменяли Остается обратная сборка Сейчас крышки И дуг безопасности Наживляем болтики Не закручиваем Здесь есть такие очень интересные проставки По-моему они металлические Под защиту Наживляем по одному Но не закручиваем Пока все не поставим Теперь ставим болтики Которых у нас не было Все в принципе Последний момент Последний элемент Пластиковый прикручиваем И мы сегодня с этим мотоциклом Мы закончили Если кому нужно Обращайтесь Починим, поможем, подскажем Как говорится Подписывайтесь Ставьте лайки, комментарии С вами был Мотоцикл Диверсия И я Григорий Вглеб Все, всем счастливо Всем пока